Если кто не узнал, то сенсация прошлогодней «Новой волны» обладателя уникального голоса певец Димаш Кудайберген и композитор Игорь Крутой. Они уже близко, вот я даже слышу их. Задержи их пока вместе. Давай. Пошел задерживать. Чуть больше месяца остается до завершения первого этапа кастинга фестиваля «Новая волна». В этом году конкурс пройдет в Казани и соберет лучших исполнителей популярной музыки со всего мира. Кстати, сенсацией «Новой волны» прошлого года стал казахстанский певец Димаш Кудайберген, который вместе с композитором Игорем Крутым представил на конкурсе песню на итальянском языке. Этим утром Димаш и Игорь Яковлевич в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Игорь. Доброе утро. Очень приятно вновь видеть Димаш с премьеры в нашем эфире. И мы знаем, что на «Новой волне» ты был в прошлом году не в качестве конкурсанта, но, тем не менее, для тебя все эти шоу талантов не впервые, и ты был участником неоднократно. Расскажи про свои впечатления. Честно говоря, немного волнительно, и каждому выходу на сцену до сих пор для меня небольшой стресс. С каждым конкурсом ты же уже понимал, что ты фактически уникальный, да? Или когда пришло к тебе это осознание? Ну, я до сих пор себя не считаю уникальным. Я пою от души и занимаюсь любимым делом. А ты не должен так считать. У нас Игорь Яковлевич для этого есть в студии, чтобы он подтвердил эту информацию. Не, ну, ставьте неловкую ситуацию о себе говорить. Да, поэтому мы, конечно, хотели бы узнать вообще... При всем том, что в нашем жанре скромность – это путь к неизвестности, все равно, все равно, Димаш скромный парень. Вообще же обычно закрепляется за певцом некая там, да, его облуа. Он баритон или он тенор. Вот кто ты? Ну, когда как. Димаш. Под настроение, да? Давайте, может, послушаем фрагмент песни. Поразительно, но вот, Димаш, ты сказал, что, в общем-то, можешь спеть... То есть не следишь за тем, какую ноту будешь брать. Означает ли это, что вот эту же самую песню на другом концерте ты мог бы исполнить по-другому, ну... Другой тональности. Другой тональности, да. Если оркестр останется в этой тональности, то в другой будет схожей. Кто для вас пишет еще, да? Потому что вы поете на девяти языках, вроде бы как сотрудничаете с корейскими музыкантами. И это все на фоне слухов, которые, я надеюсь, вы развеете, а прекращение сотрудничества с Игорем Крутым. Да нет, вы что? Все. Ну, просто до нашего знакомства и до нашей работы с Игорем Яковичем я работал с китайскими композиторами, с американскими, с европейскими, с корейскими. Ты поешь на русском, поешь на других языках. Как тебе кажется, вот наша русская музыка и русская песня и стихи чем отличаются? Можно вопрос? Нет. Ну, русскую музыку я отчасти считаю нашей тоже, потому что в Казахстане русские песни очень популярны. И в Казахстане каждый второй, даже не то, что каждый второй, а каждый первый знает все песни Игоря Яковича, практически все. И подмосковные «Вечера». Это не моя, живой не будет. Ну, я знаю. Нам чужое не нужно. А в Казахстане думают, что ваше. Нет, нет, я к тому, что мы выросли на этих песнях, и мы любим эти песни, и мы считаем, что это наши песни тоже, понимаете? Вам скоро принимать участие, насколько мы знаем, в необычном мероприятии у Валентина Юдашкина. Быть может, есть какой-то секрет, который вы нам откроете? Может быть, какая-то новая песня будет там представлена вашего авторства в исполнении «Димаш». Мы готовим вопрос, успеем, не успеем. Наш канал показывает, должны успеть. Стихи к этой композиции написал Варфабе на английском языке. Да, и мы начали работать над ней. Но вот в связи с гастрольными, с гастрольными, насколько это все успеется. Ну, рассчитываем, что успеется. В любом случае, не там, так позже эта песня выйдет. Ну, конечно. Спасибо большое. Не там, так на новой волне, но постараемся к 8 марта успеть. Да. Спасибо большое, Игорь Яковлевич. И Димаш, мы, так же, как и Игорь Яковлевич, теперь тебя ждем почаще у нас. Спасибо большое. В студии было очень приятно познакомиться, пообщаться. Спасибо. Этим утром в нашей студии были певец Димаш Кудайберген и композитор, тоже певец, продюсер Игорь Крутой.